Микс Ньюс Только на Радио Болтком Я заметила, что игромания, она коварна в том, что в отличие от других зависимостей, не имеет ни запаха, ни каких-то вот таких явно выраженных, может быть, физиологических признаков у зависимого, как, например, видны у наркомана или алкоголика, да, когда он находится в состоянии употребления. Вот давайте послушаем небольшой отрывок из программы и после поговорим об этом с нашим гостем. Этой зависимость нет запаха. Нельзя ни по глазам. По внешнему виду по какому-то определить. И, например, жена чаще думает, что это любовница, чем что это азартные игры, потому что человек приходит домой ночью, ему мало денег, он не отвечает на телефонные звонки, когда семья звонит, он какой-то рассеянный, потому что в голове обычно какие-то схемы, где еще достать деньги, что делать, как врать, как там сказать что, и человек сам путается. И поэтому, если близкие люди видят какие-то признаки, которые могут быть связаны с зависимостью, а может это депрессия или это тревога у человека, то есть разное. То, что они должны делать, они должны сказать человеку, послушай, с тобой что-то не так. И то, что игроки обычно говорят, что этот вопрос им как камень падает с души, что они могут иногда на этот точный вопрос сказать, знаешь, я играю. Да, вот этот камень с души, о котором говорит психолог, насколько я понимаю, в ваш кризисный центр звонят уже именно те, кто готов признаться в том, что он зависим и ищет помощи уже, так? В наш кризисный центр звонят не только те, которые играют, но также созависимые, те, которые уже, как говорил психолог, видят какие-то признаки, может быть, даже знают о том, что происходит, что человек посвящает игровой, что у него есть игровая зависимость. Тем не менее, да, те, которые звонят, именно уже готовы признать то, что... То есть осознают свою зависимость? Да. И ищут помощи? Ищут помощи, да. Мы поговорим о созависимых тоже, но вот если говорить о зависимых, тех, кто звонят, какие это, как правило, истории? С чего они начинают, как они рассказывают то, что с ними происходит? Ну, они часто рассказывают уже на весьма длинное время, как сказать, 3 года, 5 года, иногда даже 10 лет. И все истории начинаются с того, что это был один нерегулярный раз, один-два раза, нечаянно, ну так, с друзьями или с кем-то пошли в игровой зал. И был запущен уже такой необратимый процесс? Да, необратимый процесс. Хотя безобидная была там, не знаю... Безобидная игра с малыми ставками, ради развлечения. Насколько трудно поймать эту нить доверия, может быть, зависимым, когда он решается на звонок? Это ведь не так просто решиться и позвонить, признаться незнакомому тебе человеку по телефону. Вот о доверии. Ну, так сказать, наш телефон анонимный. Соответственно, это уже даёт большой плюс тому, что можно рассказать свою историю. И, тем не менее, наш телефон доверия, мы очень много слушаем людей, мы очень поддерживаем людей. И, так сказать, это даёт дополнительный импульс, чтобы рассказать, как есть. Потому что часто, если говорят с другими, например, с родственниками или с кем-то, тогда можно получить осуждение иногда. И именно поэтому это, так сказать, вид разговора, который мы ведём, поддерживает людей. Ну и действительно игроман в какой-то степени, вот о чём говорил сейчас психолог, ждёт, что его рассекретят, может быть, и раскроют. Вот сам того не осознаёт, но хочет, чтобы близкие поняли, что он зависимый, и как-то его спасли. Знаете, бывает разно. Потому что некоторые, которые звонят, они говорят, что они никому не хотят эту историю доверить. Они хотят поговорить с консультантом. И они хотят найти способ, как от этого избавиться, тем не менее, не вмешая других родственников. Ну, так сказать, большинство, да, конечно, они хотели бы, чтобы их родственники их поддержали. Потому что они сами это чувствуют, как непреодолимый импульс, что им это необходимо. И если есть какие-то конфликты в семье, тогда, или с родственниками, или с кем-то, тогда это может быть, как дополнительный импульс отправиться, чтобы играть. Ну, а отрицание может присутствовать, вот, когда звонит зависимый человек, в том числе, он, ну, якобы уже признаёт свою зависимость, позвонив вам, и в то же время отрицает. Есть такой вот парадокс, какой-то, может быть, противоречие? Так иногда есть, да, потому что люди, которые звонят на какой-то степени, осознают это как проблема, но они не готовы сказать, что это зависимость. Это слишком часто я иду, но я независим, так сказать. Такое бывает, но именно поэтому происходит разговор, и тогда можно выявить признаки того, что игра слишком долго уже идёт, и это уже склонно к зависимости, и в течение разговора понять это. И тогда уже создать план действия, если человек этого хочет. Ещё один комментарий психолога, с которым мы говорили о зависимостях, я попрошу поставить, и позже его обсудим. А когда уже, вот как вы сказали, эти запои, или когда такая игра уже есть, когда люди не выходят из игрового зала 2-3 сутки, они забывают кушать, они забывают, что не хочут пить, они не отвечают на телефонные звонки, и они находятся как бы не в этом мире, то есть как сам человек обозначает это, что он потерял чувство времени, он потерял чувство, какой день, там, сутки, ну, то есть день или ночь на улице, где он должен быть, это как не в этом мире. И это, если смотреть по заболеванию, это уже полная потеря контроля. Вот как раз бывает ли, что звонит зависимый как раз в состоянии вот этого, так называемого, игрового запоя? Игрового запоя, ну, такие случаи я не слышал, ну, так сказать, что из зала звонят. Ну, очень часто звонят сразу после того, как играли, и они говорили, я, например, держался там неделю, месяц, полгода, и сейчас очень сожалею того, что я зашел в игровой зал, что я проиграл, чаще всего это проигрыш, и, так сказать, что именно в этом состоянии мы звонки не получаем. Как реагируете, когда звонит, вот, например, зависимый прямо из зала, только выйдя? Ну, это чаще всего окутная кризисная ситуация, потому что тогда возникает много эмоций, стыд, тревога, потому что денег нету, и тогда человеку необходима психологическая и эмоциональная поддержка. С этого мы и начинаем. И тогда после того, когда уже проходит весьма долгое время, когда человек уже более спокоен, ну, конечно, совершенное спокойствие не можно получить за один разговор, тогда мы уже приходим к ресурсам, что можно делать, как поступать, куда обратиться. Идентифицировать состояние человека, да, вот мы говорили об игровых запоях, ну, вернее, психолог отметила это. Возможно как-то по телефону понять, что, может быть, он уже на грани стоит условно, или он еще вот просто пытается, находится в процессе осознания, осмысления всего того, что с ним происходит? Как вы это по телефону можете идентифицировать? Есть признаки. Есть признаки, которые в течение разговора можно выявить. Например, что человек поставил себе ставку. Сегодня я буду играть на, например, 50 евро. Ну, в течение посещения азартных игр он уже проиграл 100, 200, 300 евро. И это уже то, вот неспособность играть на ту ставку, которую прежде ты решил, это уже так же влияет. Так же есть и другие. Невозможность спать, невозможность забывать об игре. Что, например, на работе человек уже думает о том, как он будет играть. Так же, например, опаздывание на работу, например. То, что игра уже влияет на другие ответственности человека, заботиться о семье, идти на работу. Так же это уже более показывает на то, что это может быть зависит. А по голосу, когда он звонит вам непосредственно, человек, можно как-то понять, в каком он состоянии находится? Ну, вот именно вот этот, не знаю, там моральные какие-то уже грани, когда он уже находится, ну, не физически на грани, а может быть и даже физически, да? Вот какие-то вот такие вот, вы идентифицируете такие моменты? Можете пояснить физически на грани? Ну, если условно у человека появляются уже мысли о суициде, это можно как-то распознать, если он не говорит об этом, но это по телефону. То есть он звонит вам и пытается рассказать свою историю, и в то же время это есть у него где-то на подкорке. Чаще всего, если это уже мысль о суициде, тогда явными или неявными способами человек пытается это рассказать. Например, что жизни нет смысла, или другие фразы, ключевые фразы, по которым мы можем понять, что человек так же думает о самоубийстве. И если он об этом думает, тогда мы так же консультируем об этом вопросе. И что в таких случаях вы делаете? Как вы реагируете на это? Это по поводу консультации. Мы говорим о том, как человек себя с этим чувствует. И в течение разговора тогда уже выявив причины, явно так распределить по полкам всё, какая ситуация есть, это уже даёт облегчение человеку и может быть поводом, чтобы не совершать самоубийство. Ну вот нелетко зависимые, которые приходят к нам в студию программы «Выбор», говорят о том, какая была точка, когда они осознали, что так больше нельзя, такой предел так называемый. И каждый по-разному описывает своё состояние, и моральное, и физическое. И вот послушаем ещё один комментарий психолога по этому поводу, и после узнаем мнение нашего гостя. Дно для каждого разной глубины, что у одного дно, то у другого ещё не будет. И в принципе, как человек переживает эти последствия, как у него совесть, как он жил до того, насколько он эмпатичен, насколько он представляет. Для одного дно будет, если он украдёт у ребёнка из этого, где он собирает деньги, копилки, деньги, это будет дно. Это он говорит, всё, это я сделал, значит, ну дальше некуда. А у другого это будет уже, что он заложил квартиру, и ему надо семье сказать, что негде будет жить, и это будет дно. То есть у каждого человека всё-таки это дно. Ну вот разбил копилку ребёнка или заложил квартиру, как привела в пример эксперт, с какими пределами вам приходится сталкиваться, разговаривая с зависимыми, как они описывают своё состояние вот этого дна? Примерно такие же, так сказать, что заложили квартиру, выносят вещи, чтобы их обменить на деньги. Есть также те, которые уже долгое время не играют, и они имеют сбережения на что-то, на ремонт, на обучение, ну то, что каждый хочет. И они говорят, что я сорвался и все сбережения уже потратил. И именно для меня это тот пункт, что я не могу это контролировать, я же полгода не играл. Ну, примерно такие же, как сказал психолог, что это дно может быть разное для людей. Тот может звонить, потому что он тратит, например, более чем 10% своей зарплаты. Для другого может быть, что он уже потратил всю зарплату и ещё взял долг. Ну, а мысли как раз о суициде, вот мы говорили с вами о том, что звонившие делятся с вами тем, что уже стоят на краю, условно, да, даже если не физически, но морально. Вот, видите, к мыслям уйти из этого мира, наверное, как правило, зависимо может толкать не только внешний фактор, да, вот то, что случаются там займы, какие-то кредиты, условно, то, что его обременяет сейчас. Но это, наверное, ощущение руин каких-то внутри себя, то, что происходит внутри. Всё-таки вот как часто? Это внешний фактор всё-таки, да, какие-то действительно обязательства, которые уже невозможно выполнить ввиду сложившихся обстоятельств? Или это и внутреннее тоже, внутреннее состояние, которое к этому приводит? Это зависит от человека, потому что некоторые думают о внешних факторах, так сказать, что не можно обеспечить семью, что есть долг, который придётся раньше или поздно оплатить. И то, что они себе видят будущее, так сказать, в чёрных красках. Тем не менее, это может быть и злость, и ненависть к себе, что я не могу преодолеть это, что я не могу перестать играть. Ну, а летальные исходы, кстати, как следствие игромании, не часто случаются? О летальных исходах, так сказать, я не могу вам комментировать о том, сколько игромании… Ну да, статистику, но вот, судя по вашему опыту… Судя по нашему, игромания часто имеет связь с желанием совершить самоубийство. Тем не менее, в течение разговора очень часто это проходит, в большинстве случаев. То есть, меняется у зависимого восприятия, может быть, того, что происходит вокруг, как это меняется? То есть, довольно такая мощная мысль убить себя, мне кажется. Ну, не только мне кажется, это действительно так. Но как она может… в чём феномен разговора тогда, что проходит эта мысль? Конечно, наши разговоры ориентированы на то, чтобы облегчить эмоциональное и психологическое состояние, но тем не менее, наш телефон также информативный. И если у зависимого нет, так сказать, идей, куда посещать, у нас есть специалисты, у нас есть информация о том, где можно обращаться с зависимостью от игромании. И, соответственно, данные… часто это проявляется, как «это я ещё не попробовал, может, это мне поможет». То есть, такая надежда появляется у… Надежда, да. Я напомню, уважаемые радиослушатели, что вы также можете нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и задавать вопросы нашему гостю. Вот за тот период, сколько вы консультируете зависимых по телефону, какой вы для себя сделали вывод, почему начинают играть? Опять же, если мы говорим о внешних и внутренних, наверное, факторах причин и следственной связи. Очень часто это неосознанный выбор. Так сказать, я пойду, буду играть с целью выиграть. Очень часто это как, например, при конфликтах или при развлечении, заходя по другим целям, например, в игровой зал, там также можно употреблять алкогольные и другие средства. Ну, просто посидеть. Тогда появляется мысль, а может попробовать? Может быть, может быть, получится. И, так сказать, если получается, тогда это создаёт очень, так сказать, облегчение, так сказать. Выигрыш, вы имеете в виду? Выигрыш, да. Но, тем не менее, это может повлиять на следующие разы, что пойти туда. И дальше уже проявляется другая психология, что если проигрыш, тогда хочется отыграться, отыграть то, что потеряно. Но, как правило, это не получается. Ну, вот можно ли сказать, что человек, который хоть однажды в жизни попробовал играть в автоматы, в казино или, я не знаю, там, поставил ставку на спорт, уже находится в этой зоне риска стать зависимым? Ну, я бы не хотел так сказать, потому что каждый работает по-другому. Есть люди, которые поставили один раз ставку, выиграли и всё, больше не заходят в игровой зал. Есть люди, которым они могут с времени до времени, не меняя ставки начальные, не создавая никакие другие условия, пойти в игровой зал. Но, тем не менее, это очень большой риск. То есть, умеренно играть? Умеренно. Есть люди, которые умеют умеренно играть, но, к сожалению, многие переходят ту границу, когда они больше не могут это контролировать. Вот как раз говорят о том, что азартные игры, как наркотики, вносят систему, изменяют систему вознаграждения в мозг. Как это происходит? Как происходит изменение, да? Как я уже говорил, поставляя ставку и чувство выигрыша проявляет очень большое довольство, так сказать. Ну, удовлетворение, радость. Удовлетворение. Да. И хочется повторить. Потому что нам свойственно, как людям, искать положительные эмоции. И, соответственно, мы хотим испытывать положительные эмоции, и тогда есть необходимость повторить. И это уже ведёт к зависимости. И горечь поражения, она не может вот стереть те самые чувства от выигрыша, большие чувства, которые испытал. Тогда хочется отыграться. Это часто, что и звонители говорят. Выиграл очень хорошо, поиграю ещё, чтобы выиграть больше. Ну, в конечном итоге проигрываю, и хочется отыграться. И каждый следующий вас раз проводит с тому, что отыграть потерянное. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Выбор». Сегодня говорим об игромании. У нас в студии консультант кризисного центра «Скалбе» Раева Вилтсон. Здравствуйте ещё раз. Здравствуйте. И вот в этом контексте хотелось бы также затронуть тему созависимых, важную. Ведь люди, которые находятся рядом с зависимыми людьми, они переживают в том числе серьёзные потрясения эмоциональные, да и психологические. И зачастую им требуется помощь не меньше, чем самим зависимым, как говорят эксперты. И вот у нас в гостях был активный участник общества тех, чьи близкие находятся во власти как раз зависимости. Там была речь об алкогольной зависимости. У неё мама пила всю жизнь её сознательную. И вот, что она нам рассказала. Давайте послушаем. Я родилась в семье, где были проблемы с алкоголем. Вот алкоголизм считается семейной болезнью. Это такое системное заболевание, это пазл. И когда близкий алкоголик начинает пить, то вот эта вторая сторона, она тоже находится, если особенно человек живёт на одной площади, где-то в одном пространстве, вот этот второй человек, который вроде бы не пьёт, он начинает совершать ещё более иногда безумные даже поступки. Вот это такое наступает, очень странное, изменённое такое вот одержимое состояние. Это иногда можно наблюдать, когда где-то в гостях, если жена озабочена, она начинает, что не надо, не пей. Ну, наверняка вот вы наблюдали, да, и не раз, и не два. Такая вот нервозная бдительность. То есть алкоголик ещё ничего, или вообще этот человек, муж ничего ещё не сделал, а жена уже там уже бьётся в истерике, бежит на кухню, убегает. Ну, это только начало. Да, но сегодня мы говорим об агромании, но так или иначе, созависимость. Насколько это серьёзная проблема? Что вы можете по этому поводу сказать? Это проблема весьма серьёзная. Так сказать, четверть звонков нам поступают от созависимых, которые рассказывают о том, что они знают, или догадываются о том, что другой человек играет. Чаще всего это женщины, которые мужья или партнёры играют. И, так сказать, правильно сказали, что это так же серьёзно, как зависимость, потому что это проявляет отчаяние, невозможность помочь и очень проактивное, так сказать, спасание. Спасание человека, ну, так сказать, заставить против его воли идти и искать помощь. И очень часто это может также, ну, не очень часто, но иногда это порождает также насилие семьи, что заставляют, что не при... данную, да. Ну да, то есть может даже поведение близких, которые, как вы сказали, выполняют миссию таких спасателей, да, спасительную миссию, и в то же время оно может усугубить и состояние, и обстановку в семье, и даже поведение зависимого, подталкивая его ещё больше играть. Об этом вы говорите? Да, иногда, если нет поддержки, так сказать, конечно, не надо приумножать, так сказать, эту поддержку, чтобы не спасать, но, тем не менее, если нет откровенных отношений, есть конфликты в семье, это также может пробуждать, проводить время больше, играя, чем на контакте с своей семьёй. Ну, вот осозависимые, которые звонят, какая поддержка им требуется, о чём они говорят в первую очередь, если говорить о моральном состоянии? О моральном состоянии это часто порождает стыд, так сказать. За зависимого? Да, за зависимого. И, так сказать, если порождается стыд, тогда не говорят где-то вне семьи. Все эти эмоции, которые испытывают, держат в себе. И это также может быть очень сложным состоянием. И поэтому им впервые нужен разговор с кем-то, с кем они могут доверять. И поэтому телефон анонимный, и можно чужому человеку довериться. И больше спрашивают о том, какие ресурсы есть, как можно говорить. Как иногда есть даже случаи, что уже есть физическое насилие в семье. И тогда, как поступать тогда? А родители звонят? Например, если дети играют, скажем. Родители звонят. Да, есть случаи, когда звонили, говорят, мой сын, или иногда даже моя дочь играет. Чаще это всего в интернете. И также имеют серьезные проблемы, проигрывают. И так же, как с взрослыми зависимыми. А сами дети, зависимые подростки, бывают такие звонки? У нас были только три дети, которые звонили. В большинстве это взрослые. И в данной ситуации больше внедряли, что играет кто-то из родителей. То есть дети звонили, потому что как со-зависимые как раз выступали? Да. И они жаловались на родителей? Да. И как в таких ситуациях вы действуете? Ну, это зависит от ситуации. И тогда необходимо думать, в каком состоянии ребенок. И какая помощь ему необходима будет. Но это больше уже компетенция телефон-поддержки для детей. Потому что если они несовершеннолетние, тогда они имеют другие права и другие, так сказать, обстоятельства. Ну, а зависимость у женщин и мужчин, она как-то отличается? Вот как раз не говорили за эфиром какой-то статистики. Да. Так сказать, я не хотел бы сказать, что зависимость из азартных игр только мужская зависимость. Но тем не менее статистика показывает то, что мужчины, которые звонят, они чаще зависимые. Но женщины, которые звонят, чаще со-зависимые. И также, если о статистике уже говоря, тогда это также часто комбинируется с другими зависимостями, например, алкоголем или наркотиками. Что это именно пробуждает только, например, после употребления алкоголя идти играть. Ну, вот у нас в студии, в программе нашей был наркоман, который перестал употреблять химические вещества после 10 лет употребления. Он был и в тюрьме, и он рассказывал свою историю. И вот поскольку мы сегодня в том числе проводим такие параллели, наверное, да, между другими зависимостями. Я хотела бы, чтобы мы обратили внимание на этот фрагмент. Давайте послушаем, что он нам сказал. Самое страшное начинается, на самом деле, тогда, когда ты остаешься чистым. Когда ты перестаешь употреблять. Когда ты начинаешь осознавать то, что ты не чувствуешь ничего вообще в этой жизни. Ты не понимаешь, что такое любовь. Ты не чувствуешь этих чувств. У тебя их нету, они атрофированы. И это больно осознавать. Ты можешь смотреть на своих близких, самых близких тебе людей, и ты не идентифицируешь любовь к ним. И это очень больно. Да, но благодаря программе выздоровления, да, я могу научиться это делать. Да, то есть, ну, и есть какие-то вещи, которые новые, например, случаются в моей жизни. Да, ну, я очень благодарен. Уже в чистоте, да, ну, я стал отцом, да. И, допустим, любовь к своему ребенку, да, это чистое чувство новое, которое у меня не было, да. И я рад, что это приходит. И на самом деле, все-таки, временами, я чувствую то, что очень редко, но я умею чисто радоваться каким-то вещам заново. Потому что я не умею радоваться жизни. Ну, вот эта невозможность что-либо чувствовать, о чем как раз говорил наш гость, в том числе и любовь к близким, он сказал, что не может ее как-то распознать. Насколько это свойственно и зависимо от игромании, исходя из вашего опыта? У нас поступают иногда звонки, то, что человек еще не совершил, так сказать, не начал играть, но он на грани этого. И это постоянно как тревога, тревога, потому что то, что уже было привычно, больше нету, и хочется, например, отыграться опять. Если, например, в длительный период не было проблем никаких, ну, например, семейные конфликты или уволили с работы, и даже человек уже полгода или год уже держался, но он хочет опять это повторить. Да, и разговоры о том, что те близкие рядом, которые его окружают, с любовью, может быть, да, с такой спасительной миссией, вот это не существует для него этих чувств? Что говорят о чувствах? О чувствах чаще всего это вина, так сказать, потому что они осознают, что они уже какое-то время не играют, и они чувствуют себя виноватым, что они хотят опять играть. Тем не менее, понимают, что это, так сказать, для них зло. Ну, потому что есть это сильное удовольствие, которое было испытано тогда, да? Как в записи также говорили, проблема проявляется тогда, когда перестаешь, потому что те импульсы, так сказать, никуда не пропадают, они только усиляются. И тогда отказ особенно сложный, потому что то, что пробуждало прежде играть и когда играл человек, только усиляется. Ну вот как раз об удовольствиях, которым привыкает зависимый, еще один фрагмент истории зависимого от наркомании, давайте поставим. На первых этапах употребления, да, я думал о том, что я употребляю для того, чтобы испытывать удовольствие, да. То есть так называемый кайф. Да, испытывать удовольствие, но сегодня я могу точно сказать, я как бы проанализировал, да, это был, ну, такой самовнушительный обман, да. А поскольку я начал употреблять для того, чтобы перестать испытывать неудовольствие, да, то есть, ну, вот, а себя обманывал, что я это делал ради чего-то, потому что, ну, я не хочу там никого обсуждать и так далее, но я за свой опыт не встречал ни одного человека, да, который, ну, употреблял бы наркотики, да, и говорил бы, что это классно. Я таких людей не знаю, никогда их не видел, да, то есть это неправда. Каждый понимает, что это, ну, мягко выражаясь, пятая точка. Ну, вот, пятая точка. Люди, которые зависимы не только от наркомании и алкоголизма, но наверняка и от игромании, они говорят о том, что есть только на первом этапе вот эти 5 или 10 процентов, да, обозначают чувство удовольствия как раз от употребления, там, употребления либо какого-то химического вещества или же, опять же, автоматов, вот, а дальше уже никакого удовольствия нет абсолютно, уже просто есть какая-то необходимость. Вот, опять же, что касается игроманов, исходя из вашего опыта, из вашего общения с ними, можно ли провести тоже такую параллель, что, или же там нет, там есть такая определенная какая-то кардиограмма, что удовольствие от выигрыша к поражению, ну, вот, идет. Они, не то, что оно заканчивается в целом, и ты просто направлен уже на какое-то выживание с помощью этого вещества. Угу. Ну, как я уже говорил, что чувство выигрыша порождает чувство выиграть больше, проигрыш порождает отыграться. Поэтому можно такой параллель сказать, но, тем не менее, я не могу сказать много о тех, которые испытывают удовольствие. Да, если они испытывают удовольствие, тогда, ну, логично, что они не звонят на телефон параллельщика, зависимых от азартных игр, потому что они не осознают еще, что то, что они называют удовольствием, это уже у них, так сказать, необходимость, которую они не могут преодолеть. Угу. Ну, вот, как раз я читала письмо, письмо «Исповедь» одного игромана, он рассказал о том, что все, ну, опять же, о чем говорили и вы сейчас, что все без исключения игроманы, они живут воспоминаниями о больших выигрышах. И это настолько сильное и мощное чувство, что оно, ну, убивает все вот эти вот проигрыши, какие-то неудавшиеся дни, скажем так. И вот эта мысль о том, что ты можешь сорвать куш еще и еще, она просто, ну, не оставляет тебя, она действительно преследует. И вот отрывок, я просто зачитаю, у некоторых проиграны квартиры, машины и бизнес, об этом они почти не говорят, но они вспоминают счастливые дни выигрышей, когда им везло. Со стороны кажется сумасшествием слушать историю человека, потерявшего в этой жизни практически все, променявшего все свободное и несвободное время на игру, и стоявшего перед тобой со счастливой улыбкой из-за того, что он вчера выиграл несколько сотен. Угу. Насколько вам это знакомо? Ну, так сказать, это очень знакомо, потому что, когда звонят, уже говорят, у меня все время эта мысль, я выиграю. Ну, в этот раз, этот будет тот раз, когда не получится. И даже если они могут комментировать, хотя я знаю, ну, чисто логично, я знаю, что это не будет так. А если даже будет, тогда еще хуже, потому что я проиграю то, что я выиграл. Но, тем не менее, они имеют очень, так сказать, мощный импульс того, что в этот раз получится. Тут такая все-таки счастливая лихорадка получается, да, что когда у человека ничего не осталось уже, по сути, физическом, даже морально наверняка, эти люди очень опустошены, но радуются и грезят о будущем все-таки, надежда вот эта остается. Можно это назвать таким лжесчастьем, как вы считаете? Ну, при зависимости, когда уже все проиграно, конечно, это уже лжесчастье, да. А вот название казино Лай Метава, да, например, наши радиослушатели говорили о том, что, ну, вывеска, название на казино, она, ну, ассоциируется у людей с счастьем, и это как раз то, что привлекает вот этого ощущения, может быть, легкого счастья или в целом какой-то наполненности. Так сказать, мне было бы сложно назвать это так Лай Метава, потому что, ну, чисто смотря на это слово, Лай Метава, она не гарантирует выигрыш, так сказать. Но корень счастья есть. Ну, да, при этом я не думаю, что это положительно так называть. Ну, в первую очередь получается, что игроман идет уже втянувшись в зависимость не за деньгами, а за эмоциями как раз туда, в игровой зал. Так есть? Это отличается. Некоторые действительно идут за эмоциями, но некоторые, имея какие-то финансовые сложности, у меня сейчас нет денег, но у меня есть такая сумма. Я поиграю, и тогда отыграюсь, чтобы погасить какие-то долги, что они идут также за выигрышем. То есть вот так вот с продуманностью какой-то, да? Да. Есть какие-то схемы. Но, опять же, да, говоря о чувствах, которые испытывает игроман, очень важно, мне кажется, об этом поговорить. Какие это чувства, вот, чем зависимые с вами делятся? Что это за ощущения? Если мы говорим об игре, тогда чаще всего упоминают, что это чувство счастья, так сказать, необыкновенного счастья. Ну, если есть выигрыш, который мотивирует их. Но, тем не менее, те, которые уже долго играют, они говорят, что они уставшие, что они не могут, раздражённые, что они имеют неспокойство. И, как мы уже говорили, та мысль о выигрыше мотивирует их, что это всё пропадёт, если я выиграю. Вы ещё сказали о чувстве вины, насколько оно свойственно игрокам. Очень, так сказать, ну, не при игре, но после игры очень, что чаще всего звонят уже тогда, когда, ну, всё время звонят тогда, когда есть проигрыш. И тогда появляется осознание того, что скоро придётся платить кредит или придётся платить налоги коммунальные, ну, такие повседневные вещи. И они осознают, что у них этих средств нет. И тогда, может, чувства вины также вместе с отчаянием. Потому что вся зарплата, например, проиграна. И нет средств, чтобы, так сказать, дальше жить. Ну, вот как раз ещё один фрагмент я попрошу поставить. Как раз он о чувствах, которые испытывает зависимый алкоголик, который был на студии 17 лет. Он уже не пьёт. Давайте послушаем. Чувство вины, оно разрушающее чувство. Это очень сильно угнетает употребляющего алкоголя. Вот как меня, меня очень сильно это угнетало и грызло. Ой, как я виноват. Ой, сколько я всего натворил. Ну, отчасти меня это привело, потому что вот из моих друзей, которых уже и нет с нами, да. У меня есть, наверное, личное уже такое, ну, кладбище из знакомых. Людей, ушедших от веществ. Алкоголя, наркотиков, да. Это те люди, которые проходили этот путь вместе с вами? А, да, да. Вот те люди, которых нет с нами, у них не было этого чувства. Чувства стыда они посещали. Не было. Они считали, а что, а кому я делаю плохо? Ну, а не было близких рядом? Не было тех, перед кем должно быть? Уже не было. Уже не было. То есть это чувство одиночества, оно разрушающее. Конечно. Конечно. И самообвинение, и постановки диагнозов самому себе. Все, со мной уже поздно что-то делать, я столько натворил. Ну, кошмара в своей жизни, что прощения мне нет. То есть человек как бы сам себе Бог. Да, и сам себя наказывает, и мстит сам себе. Да, сам приговор выносит и привозит его в исполнение. Так выходит. Ну, вот кладбище из тех, кто как раз не испытывал это чувство, о чем говорил наш гость, не испытывал чувство стыда и вины, потому что, ну, собственно, как он сказал, и не было уже перед кем испытывать, не осталось тех близких рядом. А чувство стыда, оно может остановить, если мы говорим про игромана сейчас? Надо смотреть на стыд с двумя сторонами. Тот стыд может, как уже говорил, пробуждать то, что я уже так много натворил, что у меня обратного пути нет. Но тем не менее, если есть чувство вины или есть стыд, это проявляет, что человек осознаёт, что есть проблема в том, что он играет. И осознанность того, что это действительно болезнь, это проблема, которую он испытывает, может пробудить его дальнейший путь к исканию помощи. А атрофироваться оно может, это чувство стыда в целом? Чувство вины и стыда, оно просто исчезнуть у человека, который погружён, одержим уже этой зависимостью игромании. Ну так сказать, такие нам люди, если они не видят эту как болезнь, как проблему, тогда они не звонят. Но тем не менее, те, которые звонят, они иногда говорят о том, что они не испытывают никаких эмоций. Они посещают игровой зал, но не испытывают никаких эмоций. Так же тоже бывает, что, так сказать, апатия, что они это делают, потому что они не могут это контролировать. Ну вот опять же, и чувство вины, наверняка, оно должно быть направлено, чувство стыда, может быть, на изменения какие-то, если мы говорим о лучшем варианте в перспективе, а не на самопоглощение и депрессию. Ведь здесь тоже такая тонкая грань, которая может быть. Да, да. Есть звонители, которые говорят, я осознаю это, я виноват, я сделал всё не так. И при разговоре мы всё-таки пытаемся проявить то, что мы не отменяем того, что человек говорит, но тем не менее на продуктивный стиль решения проблем. Потому что можно деструктивно это решать, что я бесценен, у меня нет цены, что я виноват и меня не можно изменить. Но это не приводит к лучшей стороне, с того зрения, чтобы искать помощь. Но можно также испытывать чувство вины, которое именно их мотивирует искать помощь. Как можно дозвониться до вас, если есть такая необходимость? Я могу назвать мамой? Да, можете. Наш телефон поддержки работает с понедельника до субботы, с 12 до 20. с 12 утра до 8 вечера. И телефон этого номера 29-32-3202. А если в воскресенье случилось что-то, человек уже не дозвонится? Если в воскресенье, тогда именно на телефон доверия не можно дозвониться. Но есть общий телефон доверия. Также кризисный центр «Скалбес» его администрирует, так сказать. Он работает день и ночь. Круглосуточный. Круглосуточный. Да, спасибо вам, что вы пришли. Консультант кризисного центра «Скалбы» Райва Вилценс был гостем программы. Спасибо вам. Спасибо. Ну и программа «Выбор» выходит каждую среду в 15.00. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...